Сны Гуалтьера Жил некогда во Флоренции молодой дворянин по имени Гуалтьера. Был он здоров, красив и небеден. Так что, как говорится, друзья за него не тревожились, а враги ему завидовали. Однако, если бы Гуалтьера рассказал о себе побольше, друзья бы опечалились, а враги обрадовались. И все потому, что несчастный Гуалтьера каждую ночь видел страшные сны. Дошло до того, что он боялся ложиться спать. С прогулки верхом он, шатаясь от усталости, отправлялся на бал. После бала снова шел гулять. Но без сна человек жить не может. В конце концов Гуалтьера, словно подкошенный, валился на свою постель. И тут его начинали мучить кошмары. Гуалтьера кричал во сне, обливался холодным потом, просыпался со стоном и больше не мог заснуть. Синьор Гуалтьера 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 Вторую в пылающий огонь, а третью, перед тем, как уснуть, положи под подушку. Что бы тебе ни привиделось, не бойся. Будь во сне таким же храбрым, как наяву. Да, вот еще что. Ты ведь знаешь, в самом страшном сновидении нам подчас является что-то прекрасное. Да, тронься до этого и скажи, то, что я вижу, я вижу во сне, то наяву приходи и ко мне. Вот все, что я могу тебе посоветовать. С этими словами сеньор Рикардо попрощался со своим юным другом и уехал. Гуалтьера в точности исполнил все, что велел ему Рикардо. И в ту же ночь ему приснился такой сон. Он очутился на балу в большом пышно убранном зале. Тут собралось множество разодетых дам и кавалеров. Все они пели, танцевали, смеялись. Но едва к ним подходил гуалтьера, они отшатывались, словно он был шелудивой собакой. Дамы брезгливо подбирали шлейфы, а мужчины так и норовили дать ему пинка. Ах, каким несчастным и униженным чувствовал себя гуалтьера. Вдруг дамы и кавалеры раступились, и гуалтьера оказался перед высоким сеньором. В зале было очень светло, но гуалтьера, как не силился, не мог разглядеть лица этого человека. И это было так страшно, что юноша покрылся холодным потом. Человек сказал глухим голосом, «Пора покончить с этой тварью». Он вытащил из золоченых ножен меч с рукояткой, осыпанной драгоценными камнями. Гуалтьера, точно завороженный, не смел отвести глаз от меча, который медленно и неотвратимо поднимался над его головой. Еще мгновение, и смертельный удар обрушится. Тогда гуалтьера собрал все свое мужество, бросился вперед, дотронулся до блистающего лезвия и сказал, «То, что я вижу, я вижу во сне, то наяву приходи ко мне». Тотчас же все исчезло, погасли огни в зале, словно растаяли дамы и кавалеры, сверкнул и пропал меч. Гуалтьера спокойно проспал до утра. А утром гуалтьера не мог поверить своим глазам. Меч с рукояткой, осыпанной драгоценными камнями, висел у его изголовья. На следующую ночь гуалтьера приснилось, что он бежит по бесконечному полю, как загнанный заяц, а за ним скачет на вороном скакуне всадник в развивающемся плаще с копьем наперевес. Ноги у юноши подкашивались, сердце стучало о ребра. Всадник настигал его. «Сейчас мне конец», подумал юноша и упал на колени, покорно ожидая своей участи. Тут он вдруг вспомнил наставление сеньора Рикардо. Гуалтьера вскочил на ноги и обернулся к преследователю. Лицо всадника было закрыто плащом. Но конь, пресвятая Мадонна, как хорош был конь! Черный, без единой отметины, тонконогий, с пышной гривой. Гуалтьера дотронулся до него и быстро произнес свое заклинание. И опять все исчезло. Гуалтьера проснулся утром. Он оглядел комнату, ничто не изменилось. Но когда юноша выглянул в окно, он увидел, что у крыльца бьет копытом черный, без единой отметины, конь, тонконогий, с пышной гривой. «Зачем мне конь? Зачем мне меч?» воскликнул Гуалтьера. «Ведь я не мечтаю о воинской славе. Мое сердце хочет только покоя. А сны продолжают мучить меня, как и раньше». Однако он все-таки решил еще раз исполнить совет сеньора Рикардо. Когда пришло время спать, он снова положил под подушку лист папоротника. В ту ночь ему приснилось, что он бродит в темной пещере. Гуалтьера хотел из нее выбраться и не мог найти выхода. Он шел в одну сторону и натыкался на глухую каменную стену. Шел в другую и снова попадал в тупик. Ему казалось, что он провел под этими низкими сводами целую вечность. Тогда он в отчаянии ударил по стене кулаком. Камни раздвинулись, и на Гуалтьера потоком хлынули ослепительно сияющие драгоценности, золотые монеты, рубины, изумруды. Они сбили Гуалтьера с ног и все сыпались и сыпались. Задыхаясь под их тяжестью, юноша из последних сил прокричал заклинание. Едва Гуалтьера открыл утром глаза, как тотчас снова зажмурил их. Так ярко играли солнечные лучи в груди самоцветов. Целая куча их, словно насыпанная после молодьбы пшеница, лежала посреди его комнаты. Гуалтьера, приподнявшись на локте, смотрел на красные, зеленые, синие, переливающиеся огни. Вдруг в дверь постучали, и не успел Гуалтьера крикнуть «Войдите!» как дверь медленно раскрылась, и в комнату вошел маленький важный человечек. у него была такая длинная борода, такая, что кончик ее, словно метла, подметал пол. Нос был похож на сосновую шишку, а глазки, как два буравчика. Одет человечек был с такой пышностью, что ему позавидовал бы любой придворный щеголь. Как не удивился Гуалтьера, он не мог удержаться от смеха, а человечек тем временем ловко, словно белка, влез по ножке на кровать и взобрался на колено Гуалтьера. С этого высокого места он отвесил поклон и заговорил пронзительным голосом. Сеньор Гуалтьера, мой властелин, его величество король страны сновидений, весьма обеспокоен тем, что происходит в его королевстве. Вы присвоили себе меч такой красоты, какая только может присниться во сне. Вы увели скакуна, который скачет быстрее мысли, а сегодня ночью вы опустошили королевскую сокровищницу, и она теперь пуста, как сонного рожденного младенца, который еще не умеет видеть снов. Так дальше продолжаться не может. Мой король прислал меня, чтобы договориться с вами. Ах, вот как! закричала в ярости Гуалтьера. А как ваш король обращается с несчастными людьми, которые против своей воли попадают в королевство сновидений? Наконец-то я расквитаюсь с ним. Столько лет я боялся закрыть глаза по ночам, а теперь пусть он дрожит, когда я ложусь спать. Тот, кто пляшет, должен платить волынщику, кто разрезал дыню, должен ее купить, кто доет корову, тот ее и кормит. Не было еще собаки, которая укусила бы меня и не получила бы от меня пинка. А ваш король дразнил, изводил, терзал и мучил меня, пил кровь из моего сердца и слезы из моих глаз. Осиное гнездо, вот что такое ваше королевство. В ваших реках течет не сладкое водозабвение, а луковый сок. Тут Гуалтьера остановился, чтобы перевести дыхание. Тогда человечек, оглушенный этой бурей слов, быстро сказал. Но мой король обещает не посылать вам больше дурных снов. Дешево же он хочет от меня отделаться, отвечал Гуалтьера. Ну, так мы можем договориться иначе. Сказал человечек. Вы отдадите все, что уже забрали у моего короля и поклянетесь не уносить в него никогда ни одной вещи, а король взамен будет вам посылать самые отборнейшие свои деяния из тех, которые любят смотреть он сам. Идет, ответил развеселившись Гуалтьера. В таком случае приятнейших снов. Пискнул человечек и мигом исчез. Вместе с ним исчезли драгоценные камни, не стало меча, опустела конюшня. С этого времени Гуалтьера зажил спокойно. Он весело проводил дни, а ложась спать, заранее радовался снам. Сны вправду были самые приятные, иногда смешные, так, что юноша, вспомнив их днем, вдруг начинал смеяться. Иногда такие чудесные, что жалко было проснуться. Так прошло три года. И вот Гуалтьера однажды ночью увидел себя на цветущем лугу. Рядом с ним шла девушка. Никогда Гуалтьера не был так счастлив, как сейчас. Он слушал ее нежный голос, глядел в лучистые глаза и чувствовал, что сердце его согревается горячей любовью. Внезапно он вспомнил, что это только сон и опечалился. Он сказал, «Идем помедленнее. Я боюсь, что когда мы дойдем до края луга, ты исчезнешь. Я всегда с радостью ждал наступления дня, но сегодня мне захотелось, чтобы солнце не всходило и ночь не кончалась. Словом, я люблю тебя». «Ведь в твоей власти сделать так, чтобы мы не расставались», воскликнула девушка. «Что же ты медлишь? Скорее дотронься до меня и скажи свои волшебные слова». «Но я поклялся вашему королю никогда не уносить из его страны ни одной вещи». «Разве я вещь?» удивилась красавица. «Я легкое облачко, тающее в вышине, сонная греза, уходящее с зарей. И если ты дотронешься до меня, я ведь тоже не стану вещью, я буду живой девушкой, которая любит тебя». «Ты любишь меня?» вскричал Гуалтьера. Позабыв обо всем на свете, он крепко обнял свою любимую и проговорил. «То, что я вижу, я вижу во сне, то наяву приходи ко мне». Тающее в небе облачко сонная греза стала явью. Гуалтьера женился на девушке, и они зажили счастливо. Но вот удивительное дело. Гуалтьера с той поры не видел снов, ни плохих, ни хороших. верно король страны сновидений повелел стражам не впускать его в свое королевство. Однако Гуалтьера не печалился, ведь с ним была та, которую он встретил во сне и полюбил наяву. Гуалтьера гуалтьера Гуалтьера